Здравствуйте дорогие друзья, сегодня мы с вами начнем такой несколько необычный урок, который у меня родился благодаря тому, что выполнил несколько работ по оформлению меловых досок в сети кафе. И в связи с этим у меня появилась новая техника, то есть если меловые доски обычно расписывают просто мелом только, то всегда хочется сделать как-то лучше и интересней. И в данном случае мы сочетаем две техники. Это мел и пастель плюс гуашь. Оказывается они сочетаются и сочетаются очень неплохо. Вот скажем в данном случае мы сейчас с вами берем и намечаем ягоды. Намечаю я их, к примеру, пастелью сейчас, мелочком красненьким. Набираю основные массы. Работаем, как вы понимаете, что мы в одну только сторону, в светлую. Хотя в данном случае есть еще один маленький запас, так как меловые доски, они обычно все-таки имеют свою тональность, но не самую темную. А гуашь черная, она имеет достаточно темную составляющую, которая позволяет работать с еще и темными акцентами. Поэтому у нас еще и остаются и ходы и в темную сторону тоже. Вот сейчас я наметил ягодки. Меловую доску взял у своего сына, на которой он тренировался в свое время из детского набора пластиковую. В общем-то любые меловые доски, они подготавливаются таким образом, что там идет очень плотная краска, которая не впитывает в себя в воду. То есть все, что высыхает, остается на поверхности. В этом есть и большой плюс. Плюс именно в том, что у нас гуашь и ее связующая не проседает и она высыхает с наименьшим эффектом, чтобы просел тон. Здесь еще наметим, скажем, чашечку вдалеке, к примеру. То есть если это у нас будет иметь отношение к какому-то десерту. Тут некоторые листочки, кусочек тарелочки. В общем, мы разыгрываем тот самый вариант, когда есть возможность изобразить то, что есть в меню у того или иного кафе. Вот так наметили рисунок. Сейчас я работал пастелькой. В общем-то здесь я могу работать и мелом, где захочется, то есть где нужен акцентик другой. Вот. Сейчас намечаю зелень. Наметим зелень. Комбинированная техника в данном случае она нам позволяет что? То, что мы можем и перекрывать, и растягивать, и добиться того эффекта, который просто в мелковой графике мы достигнуть не сможем. Вот в этом, конечно, огромный плюс того, что получилось. Можно делать разные и сюжетные вещи, самые разнообразные. В этом, конечно, вот преимущество, на мой взгляд, данного нововведения. Художники всегда старались комбинировать свои техники для достижения наиболее выразительного результата. Это двигатель прогресса, то есть источник вдохновения и какой-то момент для ориентиров в результатах. Так как есть стимул сделать работу как можно лучше и быстрее. Итак, сейчас беру гуашь, беру водичку, сейчас работаю гуашью в мастер-класс. Здесь 15 цветов, здесь просто у меня две баночки белил. Вот, и посмотрите, то есть я сейчас беру красненькую с кроплачком и спокойно намечаю, как в живописи, те моменты, которые мне нужны с ягодами. Плюс в этом в том, что, используя подобную технику, вы можете очень часто найти для себя ту или иную подработку. В плане оформления меловых досок кафе. А они сейчас очень популярны, эти досочки. То есть все, что для вас делается, все берется из жизни. Я считаю, что это очень важно. То есть получать те знания, которые хорошо применимы. Вот. Итак. Как вы видите, что я сейчас работаю. С теми или иными тональностями. Могу где-то немножко добавить белил. Небольшое количество. Если мне нужно выделить ягодку в тон. Где-то желтеньким чуть-чуть растяжку дать. В чем суть сочетания вот этих техник. То, что мы не все можем так хорошо сделать, скажем, в гуаше, как в пастели. И опять же, не все можем хорошо сделать так хорошо в пастели, так как это может делать гуаше. И сочетая сильные стороны вот этих техник, мы добиваемся нового, выразительного и интересного результата. Вот. Сейчас я так же в быстром-быстром темпе. Намечаю теми же самыми красными тонами. Вот я использую ту самую вот иллюстрацию, которая у нас сейчас является точкой отсчета в плане создания работы. и мы прописываем основные силуэты ягод. Как вы видите, вот несмотря на то, что мы работаем с вами по пластику, гуашь ложится достаточно хорошо. Естественно, и не акварель, и не масло. То есть, как бы нам бы сейчас здесь не помогли. Почему? Во-первых, масло, то есть, это не то, что можно стереть потом свободно с меловой доски, когда нужно поменять рисунок в кафе. Акварель, она будет просто собираться каплями. Естественно, у нее нет плотного тона, она ее здесь применять бессмысленно. Акрил при высыхании схватывается, после этого доску так не ототрешь. То есть, это уже на один раз получается. Вот и вышло, что гуашь это самый оптимальный вариант для нашей задачки. Плюс, всегда у нас под рукой с вами есть фен, для того, чтобы работу можно было быстрее высушить и перейти к следующему этапу. Вот, это у нас объем ягод. Дальше мы с вами немножко наметим чуть-чуть совсем силуэты тарелочки, на которой это дело все у нас располагается. И чашечки, которые у нас тоже здесь в нашей композиции видны. Вот такие вот элементы. Я сейчас работать стараюсь не самыми светлыми тонами. То есть, беру больше локальные тональности, для того, чтобы потом их можно было акцентировать более светлыми ударчиками. Дальше мыati. Вот Следующий этап – зелень Зелень также беру не ярко То есть то, что можно потом отработать и в светлую, и в темную сторону Беру локальный тон, я взял охру зеленую травяную, немножко синенькой Витромариной и также отработаю ее по плоскостям В общем-то вот то, что сейчас получилось Вы видите, что работать кисточкой с гуашью по меловой доске достаточно комфортно и быстро Капельками вода не собирается Все ложится хорошо То есть это то, что позволяет потом вам в очень быстром скоростном режиме Решить ту или иную задачу И сделать яркое и выразительное предложение для того или иного кафе или ресторана Где есть варианты оформления меловых досок Более того, скажу, что у вас есть всегда возможность Сделать портфолио определенное с подобными работами Или прийти уже с готовым вариантом расписанной доски Вы можете кафе, которое вы наметили, скажем, для сотрудничества Вырвать что-нибудь из его меню Потренироваться Сделать это на своей меловой доске Принести и показать, то есть как это может выглядеть В наглядном примере, конечно же, шансов, что с вами пойдут на сотрудничество гораздо больше Вот, одним и тем же зеленым тоном То есть я сейчас прошелся по основным касаниям Зелени По отношению ко всем остальным силуэтам Вот это наша подготовительная стадия Следующий момент у нас пойдет с вами Это мы немножко подсушим поверхность И пропишем гуашью еще некоторые акцентики, которые нужно выявить Вот Сейчас перед тем, как продолжить работу Мы пройдемся по светам Немножко выделим объем Нашей композиции И сделаем ее с холодком То есть здесь как раз объем именно идет с холодком То есть ягоды Эта клубника, она именно имеет такой вот акцент холодненький Но заметьте, что мы потом по этим же акцентам Пройдемся Еще раз и С Уже Применением пастели Что нам позволяет сейчас работа кистью? Она позволяет нам Растягивать определенные тона Делать переходы Что очень ценно И как раз мы этим пользуемся Но Опять же Повторюсь, что Я работаю сейчас гуашью не в полную силу Потому что это у нас Не работа гуашью в целом Мы должны Оставлять упреждения Для акцентов Пастели И мелками Мелки дают хорошо Возможность Использовать Большие плоскости Пастель Дает возможность Использовать хорошо Точечные акценты Цветовые То есть тех, которых нет В наборе мелков Обычных Которые продаются в магазине Вот это Основное Ценное качество Комбинирования Данных техник Это большой Такой вот Очень хороший Плюс Который Существует В данной комбинации Что у нас есть еще У нас есть Возможность Как я уже сказал В начале урока То, чтобы Сделать еще более Глубокие акценты Это уже с помощью Черных красок Гуаши Потому что Ни Пастель Ни мелки Нам, конечно Такого Запаса В динамическом Диапазоне Дать не могут А гуашь черная Она это дает Итак, сейчас Перед тем, как Перейти, скажем К темным тональностям Мы еще раз Пройдемся Но немножечко По светам С помощью Гуаши Желтый Зеленый И белый В плане Акцентиков В зелени И толщиночки Где-то Подчеркнуть Переходить Вот как раз Это То, что нам сейчас Гуаши Позволит сделать Естественно Не забывайте Что это как У Караваджи Работа на темных фонах И как у голландцев Это достаточно Сильный ход То, что многие Оттенки Начинают играть По-другому Другое дело Что невозможно Бывает Из мелковой живописи Это то, что Работать с тончайшими Градациями И переходами Что как раз Нам дает кисть В работе Над Нашей творческой задачкой И Это мы делать можем Быстро И эффектно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем работу. Продолжаем работу именно над задачками в зеленой плоскости, то есть то, что является у клубники и листом, и черенками, и стебельками. Дальше у нас есть возможность поставить как раз темные вмятинки под семечки, которые есть на клубнике. Вот мы их теперь как раз ставим по светлому, используя гуашь. То есть мы уже вводим чуть более темные тона в ягодах, чтобы потом поставить светлые акцентики. И написали. Раскидали. После этого мы можем взять белило. Желтую. И расставить некоторое количество вот этих вот семечек. Даже охру еще сюда добавлю, чтобы был цвет не таким ярким и не таким активным. Я не пересчитываю все-все-все семечки. Я просто их намечаю определенное количество. Нужное для восприятия образа. Полное для восприятияма. Нет. Мне нет. Я понимаю. Я не буду готовить первое. Но надо вот это какую-то работу. Открою. это набираем сейчас как раз покажу немножко как можно черный цвет уводить черный с фиолетовым где-то с бордовым это как раз у нас те прогалы, которые пойдут внутри и которые мы можем выделить посмотрите сразу как он будет сильно отличаться от того, что у нас есть фоновой части поэтому я даже где-то черный в полную силу не беру потому что знаю, что когда он высохнет чтобы он совсем темным пятном не смотрелся я как раз его несколько успокоил вот вот такой вот ход и так далее дальше у нас идет некоторое количество просушки и сейчас я возьму некоторое количество светлых оттеночков которые у меня есть пастелью я пользуюсь давайте сразу вам покажу это фабер кастл вот здесь есть достаточно большое количество цветов но вот это вот все цвета которые здесь есть я просто их некоторое количество вот сейчас сюда взял на руку вот они все здесь всего понемножку их не так много но этого вполне хватает они долго работающие и посмотрите как по высохшему материалу работают вот эти оттенки они работают в самом деле очень хорошо когда у вас их есть запас такого хорошего количества то есть вот любой акцент который я сейчас сюда вношу он самом деле он не смешивается во первых с и в то же время дает такой очень активный оттенок потому что мил и пастель это другой тон здесь можно варьировать и работать вот как нравится где-то можно пальчиком растереть где-то можно кисточкой растушевать то есть столько вкусных и замечательных акцентов которые могут быть невероятно хороши на данной работе с плоскостями то есть мы можем с вами смело выделять и самое интересное что мы потом если нам что-то вдруг не понравилось мы можем потом опять доработать гуаши и опять перейти к пастели вот это я считаю что это просто в этом плане ну для меня это я не знаю наверняка уже может быть кто-то это еще открыл кто-то уже это что-то делал но я еще пока это ни у кого не встречал но как вот это вот может работать на данных плоскостях это очень эффектно и красиво вот работаю разными тональностями довожу как вот я вот вам хотел сказать насчет зелени пожалуйста вот нужен яркий акцент который вообще то есть вот чем еще пастель здесь хороша мы даже не ждем высыхания гуаши пастель замечательно ложится на гуашь и дает великолепный результат то есть вы сразу видите как у вас получается без ожидания высыхания в тоне ценный очень такой момент если у вас есть хорошая пастель с большим количеством оттенков в данном случае это faber custom вы получаете большое удовольствие от того что вы рисуете потому что один из самых трудных моментов которые есть в живописи и графике с теми материалами которые вот мы вам даем это то что при высыхании изменение тона и естественно то есть вот когда эти моменты случаются то бывает что человеку очень трудно угадать особенно начинающему а мы как раз делаем так чтобы сразу у начинающего получилось вот 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 такой вот секретик вот такое вот открытие которым хочется с вами поделиться на данном уроке естественно что пастель мы с вами используем сухую не масляную не восковую не какую то есть вот другую именно сухую пастель и как я уже сказал то есть то что мы это можем комбинировать и потом дальше дорабатывать гуашью и потом опять продолжать работу с сухую пастель пастель немножко скажем забликуем чашечку можем дать даже легкий эффект дымка такого где-то пальчиком растереть еще что-то вот как будто там кофе у нас есть даже кофе можем задать сразу пастели все это в наших возможностях главное что еще очень что подкупает это то что это происходит быстро и естественно быстрый результат он окрыляет дает веру в свои силы в если это у не 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 И вот такие вот акцентики Сейчас мы прервемся на небольшой перерывчик Связанный с вебинаром С живым общением И потом у нас завершение работы Связанный с вебинаром Толщинку С вебинаром Вот сейчас я взял красную Немножко подмешаю с желтенькой Чтобы оранжеватый оттенок получился Где-то белил, добавлю И вот этими тональностями Мы сейчас пройдемся по нижней части ягоды Чтобы показать у нее оранжеватый-желтоватый кончик Который потом уже переходит в ярко-красный Он здесь у нас будет работать и как рефлекс Еще немножко доработки с ягодками Здесь рефлекс, скажем, усилим Тут как раз оранжеватый-красный оттеночек введем А где-то холодный свет дадим Бликующий На ягодках Тут уже холодка будет больше Белил Аккуратно это Растраиваю бликующую часть Еще бличка добавим И тут же можно взять и белилы, и желтые Добавить вот этих как раз семечек И тут же можновозь Добавить вот их К reveal Вот это В 작은 Семечки. Потом для того, чтобы видеть уже, как получается, можно будет подсушить работу. Конечно, и тут тоже. Здесь можно их чуть темнее сделать с охрой. Так же, как и здесь. Продолжение следует. Поработали с семенами. Так, беливы. Чуть ярче где-то акцентики. Выставим. Ну вот. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.